сегодня привез родственника к своему доктору и знаете что я хочу сказать как мы все похожи в одном вопросе это отношение к своему здоровью у меня была огромная проблема с зубами но я тянул до последнего и знаете таких типов которые ездят на хороших тачках хорошо одеваются но зубы в шахматном порядке вот я именно был таким типом это обращение для таких как я друзья не тяните с лечением зубов чем дольше тянешь тем сложнее и дороже ее решать есть проблема решать рекомендую клинику хэппи смайл тут ты можешь получить бесплатную консультацию и план лечения весь комплекс лечения от снимков до имплантации обращайся отвечают тут тебе помогут друзья всем привет сбройные силы украины хлопцы вы титаны красавчики и обовязково повертать аж живым и борожить себе итак друзья мы начинаем приближаться к ультябке и дабы чтобы у вас была полная картина ясности я начну с далекого 98 года многих из вас еще ну не было на свете многие да еще и не родились и вот друзья представьте себе на секундочку то есть 98 год это именно тот период который я уже начал сталкиваться с легавыми то есть ну что было раньше там начинал там где-то по чуть-чуть там что-то потянул где-то там дома там что-то там какую-то копеечку незаметную там схватил я она все эти горизонты я начал расширять и вот уже в 98 год это которые уже начали там вызывать там там участковый маму там полиция начала вызывать легавую домину маму мама плачет в слезах и вот у меня вот началось первое мое знакомство это когда мне ну там приняли за кражу квартиру ну мне повезло мне дали условно неусловно я попал под амнистию попал под амнистию то есть еще в процессе следствия был блин писаном малым и мне типа короче дали такую скачуху как раз была какая-то амнистия там ну нормальная в то время и вот мне сказали все распишись за миссию ты свободен я естественно почувствовал думать нифига себе понятно я малой что они мне сделают ничего не мне не сделают и вот у меня там проходит какой-то ну короткий период времени я со своими там подельниками я уже учил у меня выгнали со школы с восьмого класса мне родители проконетелились отправили меня в бурсу я там познакомился с дружочками похавал уже трамчик все нормально уже даже был в системе на траме и нужны были естественно постоянно бабки а где их добывать эти бабки понятно ну путем где-то что-то выдумывать где-то что-то отбирать кого-то выставить и вот эти вот такими моментами мне приходилось добывать лаве чтобы раскумариваться да в бурсе была стипендия ну чтоб вы понимали что стипендия во первых было раз в месяц и она хватала ровно на пачку блин трама это я как сейчас помню 6.21 стипендия и 6.20 пачка ну трама это еще одна копейка получается у тебя остается на кармане в плюсе ну я стипендию эту я не мог на претендовать потому что я был как ну то есть прогульщик прогуливал и мне стипендию конечно постоянно по бороде до стипендия была круто я приезжал можно было там у пару лохов каких-то там пару две-три стипендии можно было намутить вот так вот и и выживали как могли и как-то раз я со своими дружочками с подельниками мы но одногруппники решили приехать ко мне во двор мы приехали втроем познакомился там со своими кентами там там девочки там движ у нас реально большой огромный двор у них на нивках а один с фастова вообще приехал а другой на нивках и у нас ну троечина масштабы многоэтажки куча толпы такие собирались реально ну компания очень огромный и короче в процессе знакомства там была еще какая-то девочка ну она такая чуть-чуть именно как бы изгой постоянно ну то потом уже короче в другой истории ну сам факт что один подельник увидел у нее player и решил короче нападу короче отобрать у нее этот player и он и там что-то начисал что-то там попользоваться ну то есть он обманным путем все-таки забрал у него завладел этот player я еще на тот момент как бы не знал этого момента и все мы там попрощались отваливаем а хотели что ну размутиться на трамп посмотрели что здесь нельзя я говорю поехали на рынок там на овощной там по-любому что-то где-то размутимся и мы уже едем на рынок и короче поддельник достает player показывает можно его сейчас впарить и раскумариться я говорю о нефиасе а где ты взял player он мне начинает рассказывать я говорю ну это и так ну короче ладно типа ну нормально типа ну она ну все равно короче никому не расскажет пофиг потом через пару дней что-то начешем что-то сломался player или еще там что-то ну все мы его напарили но в то время что-то напарить это ну просто это ну очень легко мы его естественно быстро сразу напарили поехали все нормально раскумарились все четко все класс и на следующий день друзья она какого-то фига я вообще не ожидал от нее такое что она упадет на такой крайний поступок скорее всего ее родители она пришла домой поплакалась и то есть написали заявление что у нее украли player а что это за дружочки то есть я их привез то есть у меня сразу для прицепа меня легавые приезжают принимают я приезжаю меня привозят в райдел смотри уже эти два дружочка мы тоже там и начинают то есть короче ну вал за этот player мы идем поддельниками естественно мы поддельниками это 141 уже нас грузят там уже короче как группа лиц и тому подобное мама в панике мама в слезах там с этими легавыми жили были эти легавые что кровопия не просто если всосутся и начинают короче ну там выпивать они могут выпить все у тебя все что есть мама каким-то образом с ними там договорилась порешала и короче легавые предлагают какой выход с этой ситуации то есть я как уже ранее типа ну был привлечен то есть под амнистию я попал мне говорят ну а те два типа чистые они ни разу нигде не привлекались вообще у них они там добропорядочные такие короче ребята я уже как белая ворона получается и вот смотри какой выход то есть если вы идете по делюге втроем как подельники это уже группа лиц это уже совершенно другая там части и им дадут условно а тебе то что ты как привлекался уже ты по-любому поедешь то есть выход с этой ситуации это ну они ты грузишься сам они получаются идут как свидетели отваливают просто как свидетели а ты идешь один по делюге это уже другая часть и тебе дают условно тот момент я как бы пойму уже почувствовал большую несправедливость реально ну какого хрена ну вот реально такой развал и мне принципе маму жалко и по сути ну другого развала лучше я не видел но я понимаю что все сходится к тому что мне по-любому надо грузиться чтобы меня не посадили сейчас в тюрягу потому что в тот момент я реально чуть-чуть подвысадился что я могу поехать в тюрьму ну и все значит я согласился значит я начал грузиться что я типа спецом короче ну типа там привез их сюда спецом короче подговорил одному дружочка чтобы он взял у него про плеер попользоваться там пару дней ну то есть получается я везде я виноват я все я гружусь это я все я грузите меня ну и так и произошло то есть меня отпустили на подписку отпустили на подписку мне вот у меня идет следствие там 140 141 часть 2 все я нормально я мне сказали все маме сказали вернее сказали все не переживайте будет условно все будет нормально ну смотрите чтобы ни в коем случае чтобы ничего еще больше не совершил чтобы все было нормально ну и мама же со мной постоянно беседует начинает меня контролировать там крестный тоже чтобы я ездил в бурсу опять же я приезжаю бурсу у меня опять же что это вот следа дружочки все ну у тебя тыж в системе еще ну на на траме тебе надо трам и надо по-любому бабки ну и проходит какой-то там ну небольшой срок мы помню цепляемся на троещине с другим дружочками идем в аптеку покупать трамп у нас есть бабки на трамму впритык там буквально там по моему на пачку на двоих а нам ну это мало но хотя бы пачка чтоб чуть-чуть подсняться и мы заходим аптека была в садике и мы заходим еще там такой минут ну как бы как лабиринт надо брать и короче туда вдаль заходишь аптека стоит я говорю здравствуйте можно там пачечку там это самое она да конечно начинает ну открывать шухлядки начинает сотрить там пачку достает она пустая и походу у нее то что было под рукой закончилась она сейчас секунду и поворачивается и уходят там какой-то склад на за за этим травмом а я сразу цинканул я когда зашел я цинканул что она вижу какая-то уставшая что-то короче там летает в облаках и она ушла я смотрю она кассу не закрыла до конца вот так вот касса открыта я такой дыб смотрю бабки и все она ушла я сразу молниеносно тупо сообразил именно ну просто завладеть этими бабками засовываю руку вот эти стеклянные знаете вот эти канители засовываю руку туда начинаю открываю кассу хопа чик-чик бах ну подрываю забираю бабки получаются ложу их в карман и думаю кассу закрою чтобы еще и забрать свою пачку закрываю кассу и касса как раз такой блин такой именно звук и вот в этот момент когда она блин ну а я вот так вот сотрю и это женщина как раз заходит и видит весь этот процесс как я у нее лажу в кассе и она такая ах ты ж паскуда и начинают за мной я сразу типу давай валим начинаю валить короче с этого нос с этой аптеки и такой лабиринт я еще короче вот как сейчас помню я упираюсь в одну дверь открываю на закрытая понимаю что не в ту дверь начинаю короче еще в одну то закрыта хопа короче каким-то образом я вылетел с этого с этого садика и валю отвалил где-то там ну там какую-то дистанцию там на какую-то дистанцию а сам начинаю выкупать гену где ты дружочек отвалил не отвалил и смотрю его нету потом она выходит с этим типом держит его за руку и рука по сути я смотрю блин возьми короче вот так вот сделай можешь убежать но не стал этого делать я понимаю что все его приняли там легавые приехали потом я ушел бабки на кармане пошел в другую аптеку взял закинулся прихожу там прикалываю дружочку говорю короче как ты думаешь ну сдаст он меня или не сдаст ну вот реально он говорит то ну в принципе не было за ним замечено таких моментов я думаю что не блин по-любому скажет что наверно вы не знакомы а у меня такое чело я думаю ну по-любому по-любому короче ну даст расклад но я перестраховался у меня вообще вот этот вот момент как раз он у меня начал тяжелый я чуть-чуть но не дорассказал потому что мама когда она меня контролировала там в в бурсу и и положили в больницу нет она по здоровью там осложнения были и моего малого тоже брата моего млада младшего тоже положили в больницу так случилось что их двоих положили в разные больницы а у меня был очень очень короче постоянно бухал я не мог с ним вообще прижиться я про ну я говорил вася я вырасту я буду короче эти ну просто я не знаю что я с тобой сделаю у меня постоянно с ним контры ну ладно там была мама еще там малой мы все вместе когда стал остался один на один с ним я ну реально еще и типа думаю по-любому сдаст будет бега я думаю по-любому мне короче надо уходить в бега и я ну там с кентом со своим ровесником его мама меня хорошо знала и они мне как бы приютили по камесь я типа пришел на жалостной ноте типа мама в больнице лежит брат в больнице очень бухает типа пару дней там пока переночевать ну и мама пустила меня естественно потому что его мама и моя мама они знали друг друга они общались и я помню приезжал приезжаю в больницу у меня же бабки есть с аптеки я ну по 120 гривен как сейчас помню 120 гривен и вот я приезжаю к маме получается к ней нельзя было зайти я с ней разговариваю через окно а там можно было передачу там типа через кулек там ну там привезут там они выкидывают там какой-то там и подымают я так с мамой разговариваю мама говорит блин так что-то хочется там какой-то колбасы или что-то там ну что-то вкусного что-то она уж это об этом начала мне говорить я вам час и сейчас это самое я сейчас приду и пошел скупил там колбасы там набрал там всяких приколов и приношу кулек там мамки дай веревку мама кидает веревку подымает а ей этого нельзя всего у нее там диета она говорит сыночек нельзя и вот и я вот вот как час помню у нее слезы на глазах такие наворачиваться нас отряд ну тупо молодой малой вообще малой тупо сынок прикинь она что же постоянно переживает такая безвыходности очень много блин постоянно в запой ему вообще по барабану что происходит и он не ориентируется в пространстве и еще один сын ее лежит в больнице она лежит в больнице и я еще такой тип который не дай бог могу что-то ну начудить она постоянно переживает и вот в этот момент все по больницам у меня происходит делюга и вот я с мамой все одну пообщался когда она приехал уже после этой делюги пообщался с мамой передал ей передачу она говорит мне нельзя на мне назад это все отправила я с этой же колбасой как я узнал что я уже в розыске что меня ищут легавые я поехал на следующий день в бурсу то есть я уже живу у моего кента я поехал в бурсу потому что знал что он в бурсе тоже можно где-то что-то размутить раздобыть там еще каких-то бабок на ход ноги я вот только дохожу до бурсы мне мой подельник который по той делюге встречает и говорит иди сюда иди сюда короче это васяне я отхожу с ним он говорит там легавые тебя ищут говорит ищут легавые ну в бурсу приезжали только что с мастером там что-то труд говорит они сейчас там и вот я понял что меня уже ищут легавые я понимаю что по-любому ищут по этой ситуации все попрощался с пацанами и потопил потопил опять же ну куда там поехал на другой район заехал там на харьковский там туда все равно меня привело ну назад на троещину я вот так вот именно перебежками вот этими вот там как-то там добирался до своего кента но об этом никто не знал ну короче как-то ну кто-то информация откуда-то узнала вышла я точно не помню уже этих подробностей ну очень мой типа узнал что я не живу не хочу жить с ним типа я живу у них он знал и получается ситуация мы сидим дома нормально у них получается многодетная семья их там ну четверо детей и мама мама а бати а батя где-то на заработках был и мы нормально малые все почти ровесники мои блин ну там есть там прикол там это прикалываемся тут звонок в двери мы хопа такие а я же сразу предупредил пацанов говоришь у меня короче ищут уже легавые они маму не предупреждали мама же один малой старший подходит глазку сотлет мой очень стоит такой не моя типа пришел и он такой типа здравствуйте типа ну типа серёжа у вас я типа мы еще не ну стою рядом нету у нас его я сразу понял в этот момент что очень привел легавых потому что он никогда не переживал за меня ему вообще ну просто было ему на родного было наплевать а на меня то тем более я маячу ну типа нету нету он говорит типа не серёжа нету был там пару дней назад и ну сейчас его нету он говорит ну точно нету блин ну ты можешь открыть дверь и мне просто надо поговорить или есть кто-то со взрослых там с мамой там я хочу там передать он же там ездит в пт у какие-то деньги там еще что-то а это тип короче начинает выкупать и говоришь с ним еще кто-то есть стоит и видно что ему кто-то диктует и тут уже подходит мама она уже вкуп курила потому она стоит рядом и я говорю ну начиная рассказывать тех что меня ищет милиция что он по-любому привел милицию а мама такая ну такая женщина еще попробую там палец в рот не клади мы начинают и она такая там да валера что ты хочешь типа ну нету серёжи типа говорит о типа там откройте двери там я хочу там что-то говорит типа ты какой открывал уже поздно мы ложимся спать я в ночнушке типа ну все типа ну давай и тут начинает все равно на стырно типа просить чтобы открыть двери и тут друзья прикиньте ситуация начинают но видят что уже легавые видят что нема короче ну толку никакого они начинают там там здравствуйте откройте двери уголовный розыск она такая на каких основаниях я буду вам открывать двери сейчас ну в позднее время и вообще там ну типа письменно там вызовите меня я я приду к вам они типа откройте двери там начинают уже ну там газовать она ни в какую короче они начинают с ноги тупо выламывать двери прикиньте ситуацию я короче понимаю все вилы я именно залез я не знаю я круче заложил сразу в комнату под диван там еще такой ну узкий был проход ну такой короче но в диван еле-еле туда пролез спрятался под диван они выбивают дверь прикиньте ну там замки ну были какие замки вот эти вот короче ну блин а с длинным ключом еще там какой-то ключ дверь обычная там где там раз ляпни пару раз там легавые здоровые по приходили они короче ну вывели короче вывалили двери зашли в хату сразу их там человек там ну потом я уже ну там человек шесть и начали же что мы это самое знаем есть информация что вы укрываете преступника прикиньте мне 16 лет я молодой парнишка ну уже там 16 почти а квартира пятикомнатная ну многодетная семья и они реально ходят по этой хате так дерзко себя ведут вообще и начинает же что мама моих кентов она тоже начинает с ними дерзко развалит что на каком основании вообще здесь на ходе выбили двери что это такое я тоже буду сейчас короче ну тоже дозвонить ну и начинает с ними тоже ну там чуть ли не выгоня они вообще ни в какую они короче вообще нее не слушают ломятся и начинает искать начинает рыть начинает меня искать получается они заходят я рядом лежу и я слышу как они открывают шкафы как они просто меня именно ищут и говорят мы знаем что он по-любому здесь и благом каким-то образом я не знаю заходят получается они легавые ну их куча они там туда зашли туда зашли там один заходит получается легавые что-то посмотрел выходят второй заходят и говорит здесь были уже сотрели да были сотрели они наверно короче эту комнату каким-то образом провтыкали что они ее же там ну обсмотрели а так везде залазили все они посмотрели все нормально поняли свой забор что они въехали в забор и начиная там типа к ней типа я извиняюсь можно типа с вами там выйти там на улице при детях типа пообщаться а я пацаны с балкона все цинкует и мне не вылазь не вылазь не вообще не вылазь я лежу под этой кроватью короче у меня я понимаю что если мне сейчас эти коршуны прихватят бить начнут именно шу резинового просто ну это жесть в те года если попасть к ним это ну реально они не ну типа малолетка не малолетка вообще с этим никто если малолетка еще хуже еще даже больше молите короче накрепить я я просто в тот момент я пережил такой ужас тут уже где-то прошло там полчаса мама их не возвращается они там как-то короче склепали мне на этот ну там замки там все сделали и они говорят что типа что есть информация типа очень сказал что он по-любому здесь живет знаю и типа они приносят свои извинения что они там ошиблись они типа сделают починят там две этом двери все короче ну типа все сделают все будет типа четко и на меня она смотрит ну мама знаешь что ты натворил что случилось я начинаю ну ей рассказывать ну так и так типа получила вот так вот ну касса короче они же уже дали расклад из-за чего меня ищут что я сделал что я натворил я тоже признался рассказал она говорит блин ну это короче говорит ну вообще я не знаю это у меня есть там знакомые будем что-то короче но там попробуй завтра позвонить но я поутру я поутру короче с кентами ну со своими попрощался и я через балкон и вот самого ронья отвалил и вот так вот я ушел помню иду как сейчас думаю елки-палки что мне делать вообще просто не понимаю куда идти понимаю ну сколько я там побегаю меня по любому ну там прихватят я съездил еще к маме в больницу пообщался с мамой мама улыбается говорит как ты все нормально да мам все четко все хорошо все типа ну все нормально хожу в бурцию там ну все на одну обманул чтобы маму не расстраивать поехал еще к малому съездил в больницу тоже там с малым пообщался и назад я получается далеко от своего двора был я вот так вот и шел там дворами вдоль аллеи я не знаю каким образом они меня ссынковали и они короче меня тупо блин вот с ниоткуда появились меня ляп схватили закинули в машину и повезли меня на роедел ну и в машине уже начались такие короче такую проявлять именно такую неприязнь ко мне там то за горло вцепили то еще там какую-то что ты думал на что ты рассчитывал думал блин там бегать от нас и вот такая вот короче там дорога мы ну там до роедела там в принципе быстренько мы приехали все меня в наручниках выгрузили в роедел закинули меня в в обезьянник и буквально там через полчаса за мной за мной пришли меня забрали там в кабинет и начинают мне говорили так что ну короче мне на рассказывай где где дел бабки ну за вот этого делюгу касса и все вот эти вот ну там моменты я говорю то вы меня с кем-то попутали гоните я говорю я не был там в кассе я не был в той аптеке ну реально что-то путайте ну тут такая плюха короче там ляп-ляп начали короче меня там пару раз там приземлили потом опять я говорю то я не был ну там реально короче ну вы меня реально с кем-то путайте они меня там помучали помурыжили говорит ну смотри в принципе не был не не был твой подельник принципе дал уже весь расклад и вообще ну все равно по факту ты все равно едешь в тюрягу так что ну в принципе если ты признаешься то типа смягчит твое там вот эти вот моменты там начинают там чесать я говорю ну окей там пусть поддельный грузится я не был я знаю что я в тот момент там был в больнице там есть у меня там алиби очевидцы начал им тоже свое пихать короче они злые обозленные все опять меня там в обезьянник на следующий день какая движу меня начала кумарить от но трама нереально хреново такое состояние короче ну вообще печальная но я все равно как бы ну думал что это сейчас но не долго будет продолжаться эти подумай сейчас ну там туда-сюда и меня по-любому выпустят тут ну следующий день меня приводят в кабинет наручники там на стула меня там посадили я жду шо я жду вообще непонятно сидит какой-то там легавый просто там пишет начиная там показания где ты был в какое-то время ему сечку вот эту там сыплю и тишина все мне больше не задает вопрос этом часа два вот так вот сижу а можно там в туалет старший мне какой туалет ну ни хрена в туалет нельзя сиди типа потом туалет на парус но потом типа попозже и дальше там что-то пишет и тут бах открываются двери заходят заводят моего подельника и в принципе ну мне сразу задают вопросы знаешь его я такой посмотрел такой еще как бы типа при это самое мне нигде не пересекались ни разу лягавый такой вот вы живете говорит в одном доме говорит в плане нигде не пересекались что-то говорит ну сыпи же говорит тут говорит ну короче я так понял ты не хочешь по-нормальному окей но этому подельнику говорят знаешь его ну он с тобой был в аптеке тут говорит да и все его короче забрал я смотрю на него я именно короче ему просто ему глазами спину бы хотел прожечь реально и выжечь ему все короче я дал ему понять что Вася я вернусь с тюляги уже ну явно не тем короче который сейчас ты об этом пожалеешь ну все его увели мне легавые короче ну все тут типа там следаку ну типа ну все тут все понятно все короче там тюряга и опять меня в обезьянник закрыли с обезьянника меня уже там перевели там камеры такие там пять камер меня уже там перевели в камеру и я жду проходят там следующий день наступает уже там третий день наступает и мне передают передачу передают передачу колбасы батон там, я уже не помню конфеты какие-то и я беру передачу и я легавому говорю ну продольный обычный легавый нормальный мы в принципе всем нормально с продольным, я говорю старший от кого передача скажи пожалуйста говорит от мамы я вот держу эту передачу у меня аж слеза пошла мне так короче как-то в тот момент на душе так тяжко стало я вот начал представлять себе ситуацию, ну наверное сейчас я представляю ее намного более чем тогда тогда я еще все-таки как-то эгоистичней все равно ее воспринимал эту ситуацию но сейчас вот так вот проанализировать это, ну прикиньте мама попала в больницу брат мой младший тоже попал в больницу, у него там серьезное подозрение, малокровие, тоже серьезное заболевание было и старший попал, она по-любому виделась со следователем, она передать передачу по-любому там решала через следака и он ей сказал, что ну наверное короче ну тюрьма думаю, а может как-то все равно я вот в этот момент думал, что не, по-любому как-то ну порешается реально свято верил в это что по-любому мама найдет какой-то выход по-любому решит и меня по-любому отпустят я ну реально короче думаю если уже мама приехала уже мама ну все, по-любому решится этот вопрос Не может быть, ну реально. Я думаю, по-любому, ну я малолетка, думаю, по-любому там какой-то найдут выход с этой ситуации. И уже следующий день, вернее уже третий день, и нас везут там кого-то уже на санкцию, прокурору, потому что там не могут дольше держать, надо по-любому санкция. И вот нас везут, ну тогда и погода, зима, нас везут на санкцию, заводят к прокурору в наручниках, и прокурор нам сразу, сразу, быстро, это там конверт, там все, там то ли месяц, то ли два мне дали санкции, я не помню на тот момент. Ну меня выводят в наручниках, я понимаю, что это все, это тюрьма. То есть что будет дальше, я не знаю, но вот этот месяц или два, я по-любому поеду дальше по этапу, поеду дальше в тюрягу. Хотя у меня были друзья, которые в принципе, я знал, что есть такая Лукьяновка, есть такая тюрьма, у меня были уже такие друзья, которые там освободились с малолетки. Ну к тюряге подготовиться, ну я не знаю, ты никак не подготовишься к тюряге. И у меня реально ужас, я выхожу, встречаю, рядом стоит мама, меня к ней подойти нельзя, и маме подойти нельзя, меня ведут в наручниках, ну дальше, короче, в этот воронок. И смотрю, мама заплаканная, просто, ну вот, плачет, и у меня, ну просто в тот момент, ну реально, короче, и страх, и ужас, и маме, и сочувствие, мне хочется просто плакать. Но я эти слезы там в себе там держу, смотрю, там пару дружочков моих еще там, у которых я там жил, тоже стоят. И все, меня заводят в этот воронок, закрывают, и вот этот момент я еще не помню, по-моему, в райотдел меня привезли, или сразу уже повезли на КПЗ. Вот этот момент, ну это не важно, да. И вот, короче, все, понеслась дальше, я просто, я постоянно думаю, блин, что дальше, а что это, тюряга. Все, везут меня на КПЗ. Но эти чувства, что я переживал тогда, я их описать, ну реально не могу. Возможно, это их, ну, только надо прожить, пройти, вот этот момент. И КПЗ еще такое место, реально, очень страшное, мне показалось тогда еще вот этими детскими, блин, глазами, когда меня ведут, вот эти, короче, двери здоровые, огромные, замки, все скрипит. Сама вот эта вот лицевая сторона двери такая в форме рыцаря. Ну, тот, кто знает, тот поймет. Такой, короче, то ли морг, такой напоминает тебе, такой, короче, такие смешанные чувства. Ты реально себе не принадлежишь. Тебе там, у нас там привезли там 5 или 7 человек. Начинает, короче, тебе так, те туда, встали, под стенку, выстроились. Начинает вот этот вот, ну, процесс, заходишь, короче, в какую-то комнату, там решетка. Стоит, короче, консилиум каких-то, то ли врачей, то ли фиг его знают, что это за типы. И стоят, и женщины стоят взрослые, чуваки, вроде бы, как тебя на какие-то сейчас, я не знаю, вроде, на какое-то там, блядь, ну, не испытание, опыт какой-то начинают над тобой сейчас какой-то проводить. Заставляют тебя раздеваться. Ты начинаешь, ну, раздеваться, стоишь в трусах, тебе еще такие, трусы тоже снимать. Ты, ну, ты понимаешь, что, блин, там, трусы не буду снимать. Тебе, бах, палками по хребту, там, пару палок. Ты начинаешь снимать эти трусы. Ты стоишь, короче, с этим, блин, ну, с копьё это съержилось, блин, а ты просто зажимуху эту держишь реально на измене. Проверяют твои вещи, дают тебе какую-то робу. Начинают, блин, ну, эти вещи там в прожарку отдают. Заводят тебя дальше в камеру. Камера тоже, вот, сам процесс, ты идешь, коридор, блин, а весь вот эта вот плитка выкрашена красными. Полосы какие-то зеленые. Вообще, вот, все именно, ну, воняет краской. Короче, свет такой, блин, ну, реально шумор, короче. Заходишь, открывает эту браму, она скрипит, такая, открывает. Ты заходишь туда, камера маленькая, и просто такой маленький пятачок, я не знаю, там, полметровый. Вот ты заходишь, делаешь там маленький шаг, все, за тобой закрываются двери, и дальше сцена такая. Ну, деревянная, короче, сцена. Это есть, блин, просто, типа, как твоя кровать общая, там, и все вот эти вот, ну, все вот эти вот моменты. И я заехал на это КПЗ, и благо, что я там, ну, долго не находился, что это только там было просто как, ну, как транзитное, короче, там, ну, до тюляги, там, двое суток я там побыл. А самое страшное со мной начало происходить, это в тюляге. Друзья, не совершайте преступления, дабы не попасть в тюлягу и не переживать тех эмоций, которые я пережил в 16-летнем возрасте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok